По улице Высоцкого на мост Немцова, литературная газета главная статьи 2015 год номер 16, 6506, 22 апреля 2015 года, по улице Высоцкого на мост Немцова По улице Высоцкого на мост Немцова По улице Высоцкого на мост Немцова Политика, события и мнения, продолжение темы к вопросу о московской топонимике В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в числе других был задан вопрос, знает ли он, что в Москве нет улицы Владимира Высоцкого Мол, 35 лет прошлось от дня смерти поэта и артиста, а в Москве нет улицы его имени И ничего нельзя сделать Может быть, минус следовал далее прозрачный намек, минус когда-нибудь и Мастнемцова будет переименован Конечно, к московской топонимике есть немало вопросов Этому в свое время, как я хорошо помню, была посвящена статья Юлия Полякова «Где проспект Ивана Калиты?» Ильге, номер 27, 2012 И на заданный в заголовке вопрос сразу давался ответ «Нигде». Впрочем, не повезло не только Ивану Калите Можно напомнить, что в Москве есть бульвар, названный в честь латышского классика Яна Райнися Есть улицы, которые носят имена литовской поэтессы Соломея Нерис и ее земляка, баснописца Кристианаса Данила Итиса И конечно, это очень хорошо, что в российской столице увековечена память об этих замечательных писателях Но почему-то нет даже переулочка, который носил бы имя великого русского баснописца Ивана Андреевича Крылова Обойдена вниманием и Марина Цветаева Нет на карте города улиц, площадей или мостов, которые носили бы имена Загайскина, Кустодиева, Шаляпина, Салтыкова, Щедрина, Блока, Петрова-Воцкина, Прокофьева, Улановой, Чайковского, Бла, теперь Новинский бульвар, Мейерхольда, Тупая Можно перечислять и перечислять В упомянутой статье говорилось также, даже о Высоцком забыли, а жил он на Малой Грузинской, напротив кафедрального костела Может, достаточно одной большой Грузинской И все-таки, честно говоря, Владимир Семенович Высоцкий, не самый обделенный из любимых народом и заслуживающих доброй памяти личностей В его честь еще 25 июля 1995 года был открыт памятник в центре Москвы на Страстном бульваре А, скажем, Борису Пастернаку, 125-летие которого недавно отмечалось, памятника в Москве нет, и в городской топонимике имя Нобелевского лауреата не замечено Может, подсчитали, довольно и того, что улица его имени есть в деревне Рассказовка микрорайона Переделкина Это ж ближняя Подмосковья И ту соль Вон улицы или переулка Михаила Булгакова вообще нет в Москве или Подмосковье, хотя есть дом-музей на Садовом кольце Но главное, конечно, что того и другого как читали, так и читают, как любили, так и любят С политиками топонимика еще более крута Уже столько было переименований, движений туда-сюда-обратно, что у старых москвичей голова может пойти кругом Вот и мост Немцова всплыл Сороковины совсем недавно отмечали после его убийства Еще слезы не у всех близких высохли, еще следствие далеко от завершения Не говоря уж о том, что история не сказала своего слова Не случайно же существует порядок Должно пройти минимум 10 лет, чтобы после смерти или гибели того или иного человека мог быть поднят вопрос об увековечивании его памяти в географическом названии Для чего же на встрече с президентом задавался вопрос на эту тему? Вряд ли задававший его главред крупной радиостанции не знал о существующем правиле По рангу хоть догадываться был должен Так что, видно, не только о любви к другу и соратнику тут речь Да и то, что происходит вокруг места преступления на Большом Москворецком мосту Это вообще отдельная песня Хотя все вроде бы абсолютно ясно Дорог тебе человек, память о нем Пойди с цветами или со свечой на его могилу Тихо поклонись Как бы там ни было, властям столицы стоило бы, наверное, как-то остановиться Наконец, провести тотальную ревизию наименования и выработать жесткие правила Отступать от которых было бы не позволено никому Владимир Путин, отвечая на вопрос Сначала верно заметил Вы знаете, что это прерогатива местных, региональных властей В данном случае московских властей Но потом пообещал все-таки поговорить с мэром по поводу улицы Высоцкого Михаил Сидоров Учитель русского языка и литературы Теги Россия, политика, СМИ